МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. Сегодня жители Чуваши обращались со своими проблемами напрямую к голове. Михаил Игнатьев провел очередной прием граждан по личным вопросам. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Жители одного из районов Новочебоксарска на протяжении многих лет вынуждены соседствовать с питейными и довольно шумными заведениями. Причем их двери не закрываются даже ночью. В кафе не утихает громкая музыка, часто посиделки заканчиваются драками. При струнении предпринимателей люди просят давно, но ВОЗ и ныне там. Михаил Игнатьев пообещал, что в ближайшее время этой проблемой займутся представители Министерства экономического развития. Повлиять на бизнесменов возможно в судебном порядке. Скоро их работу проверят полицейские. Кто имеет лицензию, там строго по времени ограничена продажа, соответственно, алкогольной продукции. Если на самом деле есть нарушения, то есть право у нашего Министерства экономического развития обращаться в суд и лишить их лицензии, если просто так мы не можем расслабнуть. То есть никому не разрешено сегодня нарушать действующее законодательство. На личный контроль глава региона взял и обращение чебоксарки Натальи Доброхотовой. Ее сын страдает ДЦП, но семья проживает в небольшой комнате университетского общежития. Суд уже давно встал на ее сторону и постановил предоставить новую квартиру. Но столичные власти не торопятся исполнять эти требования. Есть исполнительное производство заведенное. Насколько тут работники прокуратуры проверяли по обращению, значит, городская администрация заложила 30 миллионов рублей, еще 30 миллионов рублей. Они, объявляя конкурс, приобретают жилье и предоставят заявителю Наталье Валерьевне. Мы берем этот вопрос на контроль практически и будем отслеживать. До окончательного решения не выскукаемся. Положительное решение получит и вопрос директора Новочебоксарской спортивной школы. Для занятий не хватает современного стадиона. Детям приходится тренироваться в подвалах. Удобно было бы очень, чтобы на Новочебоксарске у нас появился новый современный школьный стадион. И именно на территории восьмой школы. Потому что из покон веков, сколько я помню, мы всегда все спартакиады школьников и многоборьи, и президентские состязания проводили на территории восьмой школы. Это очень удобно. Он находится сам географически устроен так в центре города. Построить новый стадион возможно благодаря федеральному проекту. В его рамках в следующем году должно появиться 10 спортивных площадок. Необходимо в сжатые сроки составить проект. О своих проблемах главе республики рассказали 5 человек. Их вопросы рассмотрят в ближайшее время. Андрей Ковалев, Евгений Анисимов. Республика. Что сдерживает реализацию инвестиционных проектов? И каким образом власти Чувашии должны поддерживать благоприятный инвестиционный климат? Об этом говорили сегодня на заседании экономического совета при главе Чувашской республики. Сдерживающий фактор, в общем-то, один – административные барьеры. А вот они могут быть разными. Преимущественно при получении разрешения на строительство и при вводе объектов в эксплуатацию. Допустим, сделали проект, подали в управление архитектурой градостроительства. Там есть свой срок рассмотрения. Рассмотрели и говорят, ребята, прежде чем нужно дать вам разрешение или согласовать этот проект, вы должны в администрации получить разрешение на то, что здесь вообще можно строить. Несмотря на действующие регламенты и другие акты и документы, земельный вопрос самый сложный, говорят потенциальные застройщики. Здесь множество подводных, точнее, подземных камней. Сталкиваться со сложностями приходится часто. Сигналы поступали и неоднократно, подтверждает премьер-министр правительства Чуваши. Меры приняты. Была разработана подпрограмма отдельно именно в области строительства на 2011-2015 год по снятию административных барьеров. И в составе республиканской программы по снятию барьеров она сегодня действует. Мы эту работу начали в 2011 году. На уровне Российской Федерации тоже уделялось большое внимание данному вопросу. И вы знаете, что в конце июля 29-го числа была принята дорожная карта. Это вот в рамках развития инвестиционной деятельности за строительщиками здесь выступает ОСИ. Была принята дорожная карта совершенствования, правового регулирования градостроительной деятельности и улучшения предпринимательского климата в сфере строительства. Дорожная карта устанавливает более короткие сроки прохождения согласительных процедур. До 56 дней. Кроме того, применение этой схемы позволит снизить стоимость будущего жилья на 20%. Что же касается обеспечения благоприятного инвестиционного климата, то задачи чиновников в этом процессе прописаны в стандарте деятельности органов исполнительной власти, разработанном агентством стратегических инициатив совместно с Деловой Россией. По мнению последней, положительную роль в этом процессе призваны сыграть и уполномоченные по делам предпринимательства. Чуваши, напомним, этот пост уже введен официально. Глава республики призвал коллег и остальных участников процесса не ограничиваться декларациями и все прописанные меры применить на практике. Тогда можно будет анализировать результаты и вносить коррективы. Елена Гальперина, Оксана Александрова, Евгений Анисимов. Республика. Слово «чиновник» в нашей стране нередко звучит как «ругательство». Как изменить отношение общества к госслужащим и что сделать, чтобы управленцами были квалифицированные специалисты. Об этом сегодня говорили в Доме правительства на научно-практической конференции. Общество и власть связующим звеном в этом непростом союзе являются так называемые управленцы, государственные служащие. Ими должны быть люди профессиональные и знающие свою работу. И сейчас для нашей страны важно слово «должны» заменить на выражение. Так и есть. На наш взгляд, есть следующие пути достижения поставленных задач. Во-первых, повышать эффективность и профессионализм нынешних государственных служащих. Во-вторых, привлекать наиболее эффективных специалистов из других, не государственных средств деятельности. И в-третьих, готовить эти служащие в образовательных учреждениях. Что ж, нынешним чиновникам предстоит повысить профессионализм. Ну а будущих служащих, возможно, и вовсе будут выращивать в специальной лаборатории. В целях реализации инновационного потенциала государственной службы, на наш взгляд, целесообразно рассмотреть вопрос о создании ресурсного инновационно-кадрового центра государственной службы. Своего рода практических лабораторий государственной службы. Это в будущем. Ну а пока основная задача при подготовке кадров – свести как можно ближе теорию и практику. Шаги в этом направлении сделали прямо на конференции. Администрация главы республики и филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России заключили соглашение о сотрудничестве. Ну что ж, добрый будь. Спасибо большое. Будем работать. Ольга Перечкина, Андрей Спиридонов, Республика. Чебоксары растут. Увеличивается количество чебоксарцев. В последние годы малышей рождается все больше и больше. За 8 месяцев этого года появились на свет более 4,5 тысяч маленьких жителей столицы. Юлия Иванова 4 года ждала этого чуда. И вот в этом году, 2 октября, у нее появились сразу две девочки. Чудо к нам пришло вдвойне. Мы очень рады и счастливы. Ждем выписки. Это вот Настюшка и Катюшка. В общем, детки пока спокойные, а потом уже видно будет. Потом, наверное, себя покажут. Двойняшки родились каждые весом не более 2 килограмм. Поэтому их вместе с мамой уже месяц держат в роддоме. Благо, что в перинатальном центре ГКБ номер один для выхаживания младенцев с экстремально низкой массой тела и другими патологиями есть все условия. Для того, чтобы успешно выхаживать наших малышей, существует этапная система оказания помощи. То есть сначала, если рождается тяжелый малыш, ему оказывается помощь в отделении реанимации. В дальнейшем он переводится в палату интенсивной терапии. Здесь созданы те же условия. То есть это тепло, это уход, это оптимизация методов лечения, это следящая аппаратура, которая позволяет отследить все основные функции организма наших малышей. К примеру, вот на этом аппарате круглосуточно отслеживаются сердцебиения, температура младенца. Здесь же крошечные пациенты получают кислородные коктейли и принимают жемчужные ванны. Ежедневно в этой больнице на свет появляется около 30 малышей. За 9 месяцев этого года в перинатальном центре ГКБ номер один уже родилось почти 6 тысяч деток. На 1800 новорожденных больше по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Причем сюда приезжают рожать не только мамочки из Чебоксар, но и со всей республики. Примерно 30% родов, вот из 9300 родов за прошлый год, 30% это роды жителей сельского населения. Рождаемость растет. Сама рождаемость достигла уже где-то 1,6, если эти цифры что-то говорят. Особенно увеличивается число родов повторных родов, появляются третьи роды. Из общего числа новорожденных в этом году вторых детей родилось более 2 тысяч, третьих и более 719. В двух семьях ребенок девятый, в одной семье десятый. Мальчиков по-прежнему рождается больше, чем девочек. В то же время наблюдается положительная динамика снижения младенческой смертности. За последние 5 лет она сократилась в два раза. Галина Титарчук, Николай Яковлев, Республика. Инфляция в Чувашии составила 5%. Это данные сентября нынешнего года к декабрю прошлого. Для сравнения, в среднем по России данный показатель равен 4,7%. Особенно сильно вздулись цены на услуги. И значительная всех на юридические, транспортные и медицинские. В начале недели тема обсуждалась в еженедельном совещании правительства. Глава региона поручил проанализировать причину дорожания медицинских и юридических услуг, уточнить, насколько повлиял этот рост на уровень жизни людей. Первыми отчитались в Минздраве за рост платных услуг. По данным министерства, доли их в общем объеме совсем невелика. А на днях общественность успокоили в Минюсте. Там озадачились данными, представленными статистиками. Но более всего тем, как проводили исследования. Мы видели достаточно высокий рост в Чувашской республике на платные услуги правого характера. И существует методология Росстата, которая им определена. И они определяют эту методологию по наиболее востребным услугам, в том числе правого характера. Чувашстат у нас просто брал одно направление услуги по нотариусам. Он брал завещание. То есть вот одну услугу завещания. Но именно она подорожала в сентябре с 1 тысячи до 1200 рублей. Что и дало скачок на 20 процентов. И повлияло на общую картину. С этого года статистики стали учитывать уже три услуги. К удостоверению завещания добавились устная консультация юриста по семейным вопросам и подготовка иска расторжения брака. Эти услуги раньше просто не мониторили. Была другая методология. То есть чем руководствовался Росстат, он наш, не Росстат, а наш Чувашстат, он в принципе не может сказать. Оказалось, за основу взяли расценки, рекомендуемые адвокатской палатой. Они фактически сложившиеся на рынке. На деле почти неприменяемые, поскольку стоимость и той, и другой услуг определяется по соглашению сторон. Опять же, они не настолько востребованы. Гораздо популярнее консультации и подготовка исков по жилищным вопросам, считают в Минюсте. Ситуация, она практически, можно сказать, не такая, которую у нас картинку мы увидели. Мы будем работать в точности с методологией Росстата Российской Федерации, где прямо предусмотрено, что учитываются наиболее востребованные услуги, что они учитываются по предложениям территориальных органов Росстата, которые они должны в свою очередь согласовать с ведомствами, которые эти услуги оказывают. Так случилось, что одновременно с разбирательством по причинам набухания цен на юру услуги глава региона подписал закон, которым вносится изменение в ранее действовавшей о бесплатной юридической помощи. Раньше такой поддержкой могли воспользоваться малоимущие, инвалиды 1-й и 2-й групп, ветераны Великой Отечественной войны, герои России, СССР и социалистического труда, страдающие психическими расстройствами, дети-инвалиды, сироты и оставшиеся без попечения родители. С 1 ноября к этому списку добавятся новые категории граждан. Ольга Григорьева, Андрей Шоклев, Республика. Кто еще получит право на бесплатную юридическую помощь? Какие услуги подразумеваются в этом пакете? Подробный комментарий в программе «По существу» сразу после выпуска новостей. Как в 16 лет стать президентом? Об этом знают лидеры, руководители детских и молодежных общественных объединений. В Новосибирске на днях состоялась церемония официального закрытия Всероссийского конкурса «Лидер 21 века-2013» с награждением победителей и призеров. Дмитрий Санников вернулся домой с сертификатом участника Всероссийского конкурса «Лидер 21 века-2013» в номинации «Лидер детского общественного объединения» и с дипломом за победу в номинации «Признание коллег». В течение шести дней проводились презентации различных проектов «Защита социальных программ», разработанных в рамках дорожной карты развития своего общественного объединения до 2020 года. Проект я защищал студенческого совета своего. Это по созданию ассоциации студенческих советов всех филиалов моего вуза. То есть у нас есть несколько филиалов по России. Мы хотим объединиться, чтобы делать совместные мероприятия по всей России, потому что мы друг с другом еще не знакомы. Филиалы новые, достаточные, поэтому друг друга не знаем. Мы хотим контактировать, налаживать отношения и в будущем работать вместе. Дмитрий признается, что приобрел колоссальный опыт по работе с проектами, научился быстро определять проблему и выстраивать дорожную карту ее решения. Общение с лидерами из 37 регионов России позволило обменяться знаниями и опытом в сфере работы по организации детских общественных объединений и организаций. Очень приятно, что действительно на всероссийском уровне наши молодые лидеры, будем так говорить, они действительно чувствуют себя комфортно. Поэтому, наверное, вот есть такие результаты. И, наверное, те проекты, которые осуществляются не только селегей, на уровне Российской Федерации, на нашем Олгород, и Каре, и так далее, говорят о том, что система работы в Чувашской Республике выстроена. Для тех, кто мечтает стать настоящим лидером, в республике создаются все условия. Ребята могут заниматься в местных общественных объединениях, затем принять участие в республиканском конкурсе «Лидер 21 века», разработать и защитить проект. А после – прямая дорога и на всероссийский конкурс. Для того, чтобы стать лидером, нужно, конечно же, уметь повести за собой множество людей, уметь быть ответственным, трудолюбивым, честным и обладать добротой. Галина Титарчук, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика. На трех языках – русском, чувашском и немецком – приветствовали сегодня тех, кто пришел на открытие фестиваля «Дни Германии в Чувашии». Торжественная церемония по традиции прошла в Чувашском педагогическом университете. Здесь же состоялось и награждение победителей всех конкурсов, приуроченных к Дням Германии. Задолго до начала фестиваля школьники и студенты республики показывали свои знания на Олимпиаде по немецкому языку, участвовали в конкурсах видеоклипов и фотографий. Кстати, в последнем одним из победителей стал первоклассник из Чебоксар. В этом году особенно много работ было прислано на конкурс поэтического перевода. Они только студенты, все желающие, они должны были переводить немецкое стихотворение на русский язык. Это очень популярный конкурс, самый популярный у нас. У нас больше 30 переводов для одного стихотворения, и все переводы разные. И этот конкурс на очень высоком уровне в этом году, поэтому очень сложно было решать, кто победитель. Организаторы планируют выпустить сборник переводов, присланных на этот конкурс. Победители сегодня получали награды из рук регионального представителя посольства Германии в России Дианы Хустер. Фрау Хустер специально приехала в Чувашию, чтобы поздравить всех любителей немецкого языка с праздником. В ее планах также посещение школ и вузов, проведение ряда рабочих встреч с официальными лицами республики. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Фестиваль Дни Германии в Чувашии будет продолжаться еще три дня. Завтра всех любителей и ценителей немецкого языка и культуры приглашают в Национальную библиотеку, где можно будет познакомиться с немецкой литературой, посмотреть ленты победителей кинофестиваля Германии. Для детей организаторы приготовили проект «Киносказки детям братья Гримм». Также в течение этих дней состоятся лекции и мастер-классы российских и немецких специалистов. Пройдет презентация немецких образовательных бизнес-проектов. Будут работать выставки. Такими были события этого дня. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго.